Я Юрий Зидоренко, профессиональный автомеханик. Я очищаю страну от машин, которым пора на свал. Раньше я занимался этим только в Москве. Теперь еду по всей России, чтобы предложить их хозяевам сыграть со мной викторину. Они смогут заработать на ремонт машины или просто забрать деньги. Но тогда я уничтожу их автохлам самым изощренным способом. Поехали! В 14 веке, во времена правления великого князя Михаила Ярославича Тверского, город Тверь приобрел наибольшую известность. Он даже конкурировал с Москвой. Итак, сегодня я в Твери. Я еду к Александру, который оставил заявку на участие в программе «Утилизатор» на сайте телеканала «Черк». У него ВАЗ-2115 серебристого цвета. Я уже созвонился с хозяином машины и договорился о встрече. Александр хочет за свой автомобиль 46 тысяч рублей. Но я уверен, что цена не окончательная. Поехали! Александр, я Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор». Очень приятно. Это твоя машина. Да. И ты хочешь за нее 46 тысяч рублей. Точно. Давай вместе осмотрим твою машину и прикинем ее реальную стоимость. Давай. Передний бампер, ну его по-хорошему надо, конечно, менять, но мы будем ремонтировать. Вот здесь вот. Вот. Вот здесь вот. Вот. Ремонтировать и красить 3500 рублей. Капки вот здесь вот мятый. Вот. Это ремонт и окраска 4500 рублей. А зачем красить можно? И так ездить. Понимаешь, Саша, продавать машину в таком состоянии за 46 тысяч, это, ну я не знаю, все равно, что пытаться похудеть к лету за один день. Это как? А это бессмысленно. Это почему это? А потому что вон еще рамка лобового стекла. Ржавая. И вот здесь вот дырка. Ржавчину убрать, дырку заварить и покрасить. 2700 рублей. А для того, чтобы это сделать, надо снять, поставить лобовое стекло. А это еще 600 рублей. И так за все вместе 3300 рублей. Переднее правое крыло, передняя правая дверь и задняя правая дверь. На общем фоне стремятся помочь тебе продать машину по твоей цене. Что они скажут о заднем правом крыле? Вон там он, ржавчина. Вот здесь вот дырочка. Вот так. Ржавчину убрать, дырочку заварить и покрасить. Всего за 3300 рублей. Я слышал, можно специальным средством пшикнуть, она сама сойдет. Слушай, а я тут слышал, есть специальное средство для пышного роста волос. Я купил, пришел домой, попшикал. Ну и как? Как? Во. И пшикалка твоя такая же. Кажется, я только что сломал Саше последний аргумент для торга. Что ты говоришь? Я говорю, задний бампер. Так вот, задний бампер требует окраски. Саш, причем требует он ее за 3000 рублей. Крышка багажника, мятина. Ремонт и окраска частичная. 2500 рублей. Заднее левое крыло, вот здесь вот, вот. Ржавчина. Убрать ржавчину, покрасить. 3000 рублей. Задняя левая дверь, вон там он снизу, вот. Ржавчину убрать, вот посюда покрасить. Вот. 1800 рублей. Передняя левая дверь, замена. 6400 рублей. Переднее левое крыло, зачистить, покрасить. 2200 рублей. И вон там он, пластиковый порог, поставить бушный и покрасить. 1000 рублей. Давай салон пошел. Давай. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Чистка салона 2400 рублей. Так у меня пылесос есть. О, ну я очень рад, что ты полностью обеспечен в быту. Да нет, я имею в виду, что можно почистить бесплатно. А, в этом случае, Саш, поверь мне, здесь одним пылесосом не обойдешься. Итак, реальная стоимость этой машины – 9100 рублей. Маловато что-то. Ну, понимаешь, Саш, по правилам нашей программы, я, к сожалению, не могу тебе дать больше денег, чем я насчитал. А у тебя машина заводится? Когда как, то заводится, то не заводится. Никакой системы нет. Отлично. У тебя есть шанс продать мне эту машину по твоей цене. Надо просто рискнуть и сыграть со мной в игру, повезет, не повезет. Правила очень простые. Если я в течение 15 минут смогу завести эту машину и проехать на ней круг, тогда я покупаю ее по своей цене – 9100 рублей. А вот если я не смогу этого сделать, тогда я куплю ее по твоей цене – 46000 рублей. Готов рискнуть? А, давай. Отлично. Поехали. Все жидкости в норме. Молодец. Пробуем заводить. Не заводится. Бензонасос работает, а машина не заводится. Но есть, в принципе, две самые вероятные причины. Либо нет бензина, либо где-то пропал контакт в электроцепи. Ну, постараемся, насколько это возможно, исключить обе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завелась. Это машина, она реально с полным эффектом присутствия. На ней ощущается все. Все шумы, все неровности дороги, все ямки, все камушки, такое ощущение, что они по кузову внизу стучат. И шумоизоляция здесь нет, хотя она, в принципе, вроде бы есть. Машина управляется феноменально. Насколько феноменально, что я не понимаю, в какую сторону я рулю. Я уже руль повернул, а машина еще некоторое время едет прямо. О, красной ТС-2 первая. Мотор взревел. Благодаря кушетелю вторая. Третья. Разгоняется как-то медленно. Но разгоняется самое главное. И сейчас покажу самый сок этой машины. Четвертая. О, вот оно. О, вот это ощущение взлета. Прямо сиденье назад отходит. А теперь тормозим. О, ну совсем другое дело. Машина идет. Еще один ТС, лежачий полицейский. Переехал так, как будто даже его и нет. Так держать. Едем дальше. Через 100 метров я куплю этот автомобиль. Итак, Саш, я выиграл. И я покупаю этот автомобиль за 9100 рублей. Но не стоит расстраиваться, потому что у тебя есть шанс прибавить к этой сумме еще 50 тысяч рублей. Просто сыграв со мной викторину. Правила очень простые. Мы отправляемся на моем автомобиле до пункта назначения. По дороге я задаю тебе 10 вопросов на автомобильную тематику. 9 из них с вариантами ответов, один без вариантов ответа. За каждый правильный ответ ты получаешь плюс 5000 рублей в сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Напоминаю, эта сумма 9100 рублей. И она не сгораема. За каждый неправильный ответ просто 5000 не прибавляется. Согласен? Согласен. Отлично. Проходи ко мне в машину. А на твоем автомобиле поедет наш человек. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какое устройство установят на все грузовики в январе 2017 года. Что компания Google запатентовала для своих беспилотных автомобилей. И удастся ли Александру заработать 50 тысяч рублей. Вы смотрите программу «Утилизатор». И сегодня мы в двери. Наш герой Александр хотел за свой автомобиль 46 тысяч рублей. Но мне удалось доказать, что он не стоит больше 9100 рублей. Реальная стоимость этой машины – 9100 рублей. Но Александр готов играть со мной в викторину, чтобы заработать еще 50 тысяч рублей. Получится ли у него выиграть максимальную сумму. Сейчас узнаем. Саш, скажи, откуда у тебя этот автомобиль? Машину я приобрел в 2013 году, когда получил права. Я так понимаю, для работы покупал, да? Нет, я работаю на складе, там она мне ни к чему. Значит, только по выходным на ней катаешься. Ну да. Я работаю вахтой, неделю работаю, неделю отдыхаю. На выходной неделе она мне пригождается. Потом подробнее расскажешь. Давай начнем нашу викторину? Давай. Первый вопрос. Дорожный знак с латинской буквой «П» в синем квадрате. Означает, что впереди вариант А – продают пирожки. Вариант Б – парковочное место. Вариант В – парк развлечений. И вариант М – пригородная электричка. Я думаю, что правильный ответ здесь – вариант Б – парковочное место. И это правильный ответ, и ты получаешь плюс пять тысяч рублей, к сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Второй вопрос. Согласно тексту песни группы «Чайф», у автобуса именно этой марки широкая улыбка и оранжевое настроение. Вариант А – «Лиас», вариант Б – «Икару», вариант В – «Скания», и вариант Г – «Мерседес». Ну, так как я не могу представить, что это за песня, могу предположить, что это «Икарус», вариант Б. А ты вообще слушал группу «Чайф»? Ну да, рок-группа «Чайф». Правильный ответ такой. А я похож на новый «Икарус», и у меня такая же улыбка. И как у него «Оранжевое настроение», ну, как-то примерно так. И это совершенно правильный ответ, и ты получаешь еще плюс пять тысяч рублей. Третий вопрос. Объемные пластины, выполненные из резины и пластика, предназначенные в первую очередь для защиты автомобиля, и также являющиеся элементами современного тюнинга. Это вариант А – решетка радиатора, вариант Б – спойлеры, вариант В – деплекторы, и вариант Г – молдинги. Ну, спойлеры я навряд ли. Думаю, что для безопасности могут быть использоваться. Молдинги также навряд ли. Я предположу, что это вариант А – решетка радиатора. И это был неправильный ответ. Потому что правильный ответ – вариант Г – молдинги. Четвертый вопрос. В столице КНДР, в Хеньяне, до последнего времени вообще не существовало светопол. Их заменяли. Вариант А – мужчины-регулировщики. Вариант Б – специальные таблички. Вариант В – девушки-регулировщицы. И вариант Г – разноцветные ленты. Пусть будет вариант В – девушки-регулировщицы. И это был правильный ответ. И ты получаешь еще плюс пять тысяч рублей. Саш, ну что я тебе хочу сказать. Легкие вопросы закончились. И мы переходим к более сложным вопросам. Готов? Готов. Пятый вопрос. Почему автомобилестроение в конце 19 века не считалось в Японии прибыльным делом? Вариант А – автомобили собирались вручную, на что уходило много времени. Вариант Б – автопроизводители облагались высокими налогами. Вариант В – японцы предпочитали ездить на велосипедах. И вариант Г – не было спроса из-за высокой стоимости бензина. Мне почему-то кажется, что это вариант Г – высокая стоимость бензина. И это был неправильный ответ. Потому что правильный ответ – вариант А – автомобили собирались вручную, на это уходило слишком много времени. Саш, расскажи, а куда ты на своей машине в выходные гоняешь? В выходные дни я с металлоискателем хожу по лесам, полям, собираю старинные артефакты. Ого! А сам поликум? Нет, но с друзьями раньше ездили, у них свои металлоискатели, свои машины. Я с ними поездил, пообщался, мне понравилось. Потом купил свою машину, стал сам ездить по всей Тверской области, по лесам, полям, по деревням. И машина реально мне помогала в этом хобби. Значит, машина тебе реально помогала в твоем хобби? Да. Запомним. Давай продолжим нашу викторину. Давай. Шестой вопрос. Грузовой фургон «Ивека Дэви» стал первым в России автомобилем, получившим сертификат на установку специального терминала. В соответствии с российским законодательством, данное устройство должно быть установлено на все грузовые транспортные средства, начиная с 1 января 2017 года. О каком устройстве идет речь? Вариант А. Платежный терминал. Вариант Б. Терминал экстренного реагирования. Вариант В. Терминал автосервис. И вариант Г. Грузовой терминал. Я считаю, что вариант А. Платежный терминал. Устройство «Эра ГЛОНАСС» создает универсальный, действующий по всей стране механизм для сбора информации о дорожно-транспортных происшествиях. В упрощенном виде схема ее работы выглядит так. Водитель нажимает на тревожную кнопку, после чего терминал определяет координаты автомобиля и передает информацию о ДТП через сотовую сеть в один из центров системы «Эра ГЛОНАСС». Далее данные ретранслируются оперативным службам. Это неправильный ответ, потому что правильный ответ – вариант Б. Терминал экстренного реагирования. Седьмой вопрос. В 1975 году папа римский Павел VI заложил новую традицию. Вместо помпезного лимузина понтифик выбрал вариант А. Малолитражку, вариант Б. Спорткар, вариант В. Внедорожник и вариант Г. Велосипед. Я считаю, что если человек, относящийся к религии, навряд ли сядет на внедорожник. Ну, давай, продолжай. На спорткар он тоже навряд ли сядет. Так. Остается либо велосипед, либо малолитражка. 50 на 50. Я думаю, что он сел на малолитражку, вариант А. Внедорожник Дайотлэнд Крузер покорил понтифика высоким расположением трона. Паства могла прекрасно видеть папу, а водители не уставали нахваливать тяговитый дизель и понижающие передачи. Благодаря которым машина буквально ползла со скоростью пешехода. Что во время миссионерских поездок оказалось крайне важным. И это был неправильный ответ. Значит, правильный ответ – велосипед. И велосипед – тоже неправильный ответ. А правильный ответ – вариант В. Внедорожник. Восьмой вопрос. Спортсмены из какой страны выступали в шоссейной гонке Московской Олимпиады 80 на выпущенных специально к этим соревнованиям советских велосипедах Москва-80? Вариант А – СССР, вариант В – Англия, вариант В – ЮАР и вариант Г – Камерун. Я не знаю, пускай будет вариант Г – Камерун. Москва-80. Легендарный советский велосипед, собранный по последнему слову техник. Из высокопрочных и легких материалов с применением титана. Он весил всего 8 килограмм. Однако предстартовые испытания на велотрассах в Сочи выявили недостатки Москвы-80. Главным из которых было переоблегчение машины в ущерб надежности. Катать домашнюю Олимпиаду на нем не рискнув. Советские спортсмены выступали на проверенных велосипедах итальянской фирмы. А на Москве-80 состязали в шоссейной гонке спортсмены из Камеруна. И это был правильный ответ. Это действительно были спортсмены из Камеруна. И ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Девятый вопрос. Как известно, компания Google собирается первой выпустить на рынок беспилотный автомобиль. Что недавно запатентовала компания в этой связи? Вариант А. Карту местности для чтения автопилотом. Вариант В. Будильник для уставшего автопилота. Вариант В. Методы предупреждения пешеходов. И вариант Г. Разговорник для общения автопилота с полицией. Ну, мне почему-то кажется, что это вариант В. Методы предупреждения пешеходов. Компания запатентовала средства взаимодействия с пешеходами для беспилотных автомобилей. Речь идет о дисплеях и системах звукового оповещения. Дисплеи, которые будут устанавливаться на капот или передние двери, будут показывать различную полезную для пешеходов информацию. Например, стоп или переход безопасен. В случае со звуковым сопровождением пешеходы смогут услышать различные предупреждения, которые будут подсказывать им, следует перейти дорогу, либо требуется переждать, пока автомобиль проедет мимо. И это был, Саш, правильный ответ. И ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Итак, Саш, у нас остался последний, десятый вопрос. Он рассчитан только на твою рубицу и сообразие. Поэтому вариантов ответов нет. На ответ тебе дается ровно одна минута. Десятый вопрос. В Индии индивидуальное обучение вождению доступно только элите общества. Потому что курсы вождения очень дорогие. Поэтому подавляющее большинство обучения вождению на автомобиле в Индии проходят как? Я думаю, что остальные проходят обучение у тех, кто уже обучился, имеет опыт вождения. В смысле? Например, у родственников, близких. То есть отец сына обучает? К примеру. И ты думаешь, что в Индии это официально? Да. Индивидуальное обучение вождению в Индии доступно только элите общества. Процент которой от общего населения составляет всего 1%. Подавляющее большинство обучения вождению автомобиля проходит у своих родственников. Некоторые оплачивают стоимость экзамена в автошколе, после чего получают возможность тронуться с места. Продемонстрировать умение делать правый поворот и аккуратно остановиться. Вот и все. Курсы вождения окончены успешно. И это был правильный ответ. И ты получаешь еще плюс 5 тысяч рублей. Отлично. Итак, Саш, мы подъезжаем к пункту нашего назначения. Уже через пару минут решится судьба машины Александра. Что он выделит? Деньги или свой первый автомобиль? Это программа «Утилизатор». И сегодня мы в Твери. Александр продает автомобиль, благодаря которому нашел свое хобби. Собираю старинные артефакты. Совсем скоро вы узнаете, какой способ об утилизации машин я сегодня применю. А может, автомобиль получит вторую жизнь. Итак, Саша, мы на месте. И я предлагаю подвести итог. Ты ответил правильно на 6 вопросов из 10. И это 30 тысяч рублей. И я купил у тебя машину за 9100 рублей. Итого твоя сумма составляет 39100 рублей. Вот эти деньги. И я хочу предложить тебе два варианта. Вариант первый. 39100 рублей, которые ты заработал, мы пускаем на ремонт твоей машины. Чиним ее, приводим в порядок, насколько это возможно на эту сумму. И она остается тебе. Второй вариант. Ты забираешь деньги. И в этом случае ты больше никогда не увидишь эту машину. Между прочим, свою первую машину. Которая всеми силами старается быть полезной тебе, принимая непосредственное участие в твоих поисковых операциях. И не дашь ей разделить с тобой радость победы, когда ты найдешь желанную историческую находку. Потому что я покупаю автохлам и утилизирую его. Для того, чтобы улицы города стали чище. И я считаю, что это правильно. Не торопись подумать. У тебя есть ровно минуты, чтобы решить. Если выберешь деньги, то надо просто нажать вот на эту кнопку. И самому запустить процесс утилизации. Если выберешь ремонт, то надо просто сказать. Оставляю машину и дарю ей жизнь. Я выбираю деньги. Уверен? Решил продать, значит продам. Что ж, это твое решение. Нажимай на кнопку. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Никогда не думал, что так жалко ее будет. Саш, не расстраивайся. Мы сегодня вместе с тобой избавили город еще от одного автохлама. Забирай деньги, а не твои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, пора прощаться. Древнеримский политический деятель и философ Сацирон писал «История – учительница жизни». Так пожелаем же Александру как можно больше интересных исторических накопок. С вами была программа «Утилизатор» и я, Юрий Сидоренко. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»